А между тем, завтра, 22 января, в Якутске стартует январское совещание работников образования науки Республики. Тема этого совещания – реализация национального проекта образования в Якутии. Более подробно об этом мероприятии расскажет гость нашей студии, это министр образования и науки Егор Владимир Анатольевич. Доброе утро, Владимир Анатольевич. Доброе утро. Какие ключевые задачи у национального проекта образования и что конкретно якутияне почувствуют от реализации этого проекта? Ну, как вы знаете, национальный проект образования – это один из 12 национальных проектов, реализуемых в нашей стране. При этом национальный проект образования, конечно же, направлен на то, чтобы в первую очередь повысить качество образования в нашей стране. Стоят такие амбициозные цели, как попадание в десятку лучших стран по качеству общего образования в мире. И вторая задача – это воспитание гармонично развитого социально активного человека, который на основе духовно-нравственных ценностей, исторических, культурных традиций народов России. И все 10 федеральных проектов в составе национального проекта образования составляют такой единый комплекс, который направлен на то, чтобы достичь всех этих целей и, соответственно, вывести на новый уровень наше образование. А кто примет участие в обсуждении и на что будет сделан основной упор в этот раз? Значит, получается, что мы пригласили и всех представителей общественности, всех слоев педагогической общественности, начиная от учителей, директоров школы, руководителей, начальников управления образованием, ну и заканчивать будет руководство нашей республики, включая главу нашей республики, Асен Сергеевича Николаева, который тоже должен выступить перед педагогической общественностью. И вот особенностью этого совещания является то, что мы хотим все вот эти 10 федеральных проектов, в соответствии с которыми были разработаны и утверждены главой республики соответствующие региональные проекты, мы должны их обсудить и понять, как же по ним нам двигаться. А вот может быть есть какая-то новая фишка в этом проекте образования? Вот чем бы вы уже могли поделиться и что в ближайшем, может, 19-20 год реализуется? Ну вот, как я сказал, это на самом деле такой комплекс мир, можно сказать, система, да, вот, например, современная школа, понятно, направлена на то, чтобы создать определенные условия в каждой организации, современные образовательные условия. Педагог будущего направлен на то, чтобы повысить качество преподавания, да, будут созданы соответствующие центры педагогического мастерства, центры аккредитации, система учительского роста будет внедряться. В федеральной программе успех каждого ребенка, каждый ребенок почувствует внимание со стороны государства, мы должны охватить и всех дополнительным образованием, будут создаваться центры, такие вот, которые работают с талантливыми детьми, но и каждый ребенок, в принципе, должен быть охватен. Должны получать, ребята, знания на уроках технологии уже на современных, высокооснащенных таких вот площадках, да, включая технопарки «Кванториум». Ну и все это вот, все это вот будет охватываться еще так же цифровой образовательной средой, которая должна и освободить вот некоторые рутины наших, как и руководителей, так и педагогов, и дать возможности нашим детям, опять же, использовать современные технологии. Какие еще актуальные вопросы ставит перед собой вот наука и образование, вот особенно касается, если это говорить о новом году? Ну, понятно, что в 2019 году у нас остается по-прежнему актуальными все вопросы, связанные с созданием условий для получения доступного и качественного образования. Это и строительство школ, и строительство детских садов, да, но сейчас мы, конечно, хотим сделать основной упор именно на повышении качества образования, да, чтобы наши ребята, выпускники были конкурентоспособны и получали и как среднее профессиональное образование, и высшее образование, ну, в самых современных условиях. А вот если взять перспективы строительства школ, сейчас мы все переходим на односменную, такая цель поставленная руководством Республики, руководством страны, вот ближайшие времена в Якутске вы как планируете решать эту проблему? Ну, сейчас у нас уже в 2018 году достаточно много школ вошло в строй, это и 35-я школа, и школа АЕКГТА, также мы выкупили три здания в конце прошлого года, спасибо, значит, федеральному бюджету, который предоставил средства, вот, также у нас скоро должны войти в строй и 6-я школа, и 25-я школа, новые здания, да, и, кроме того, готовится новый такой пакет, значит, в области ГЧП, государственно-частного партнерства, да, и, соответственно, также мы рассчитываем на федеральные деньги, в этом году также вот в Татинском улусе должна вестись школа по этой программе, да, ну, и по национальному проекту образования будет уделяться внимание также и школам, и сельским, и вот поселковым. Спасибо большое, Владимир Анатольевич, за то, что в это утро подошли к нам в студию, хочется действительно пожелать, чтобы те планы, которые намечены в национальном проекте образования, и в целом главой республики, поставленной педминистерством, исполнились, и наши дети получали качественное образование, которое они получают сейчас. Спасибо большое. Спасибо большое.